Бесконтрольное Полесье, полицейский, израильделов, спецполиция, нацгвардия и оперативный штаб. Немалые силы брошены на борьбу с нелегальной добычей янтаря. Но все, от нардепов до участкового, признают, пока остановить незаконный промысел не получается. Это показал и последний случай в Дубровицком районе. О связи вовом труде правоохранителей материал наших корреспондентов. Это полицейские машины на Полесье, и это вовсе не последствия ДТП. Так закончилась очередная попытка спецполиции из оперштаба остановить нелегальную добычу янтаря в селе Черемель Дубровицкого района. У старателей правоохранители изъяли две мотопомпы. Десяти бойцам спецполиции пришлось уходить пешком, отбиваясь при этом от сотни старателей. В результате трое в больнице. В этот раз свои помпы спецполиции в буквальном смысле отбили. А это уже другое месторождение в селе Саламир. До границы с Белоруссией несколько километров. Переграничная полоса. Здесь когда-то запрещали даже ходить без документов. Теперь тут хозяин не закон, а янтарь. Те, кто его добывает, считают врагами и полицейских, и журналистов. Дальше короткой потасовки и угроз дело не пошло. Нашей съемочной группе удалось уехать. Но мы вернулись и уже с нацгвардией. Прямо у дороги работает мотопомпа. Увести ее к группе из восьми полицейских не под силу. Единственное, что удается сделать, это на несколько часов остановить работу. Полиция разгонет, они назад пойдут. Я так думаю, что поставить палатки, это не выход. Выход из положения, это принять тот закон. Те, кто не требуют законы принимать, а выйду бы так. Приняли бы люди, поремонтировали бы дорогу. Заплатили бы державу гроши. Но пока на добыче солнечного камня государство не зарабатывает. Янтарный капитал оседает в частных карманах. Кто-то тратит его на дорогие машины, дома. Кто-то на лечение, иногда на общие нужды. Машины для скорой и спасателей. Селяне воюют с полицией и журналистами. И если раньше просили о легализации, то теперь просят вообще их не трогать. Ольга Иванченко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область.